Пора валить из России. Дальше будет только хуже. Вот если бы заиметь себе недвижимость где-нибудь в Европе, жизнь станет сразу лучше. Знакомы вам такие слова? А бывает еще так, что люди залазят в интернет и видят шикарные предложения. Недвижимость в Европе, в Испании, в Италии, во Франции по цене 25-30 тысяч евро. И это еще не однушка, а двух, а то и трехкомнатная квартира. Как вам такое? Сегодня речь у нас пойдет про квартирку в Италии. И вот вам живой пример. Скалея это юг Италии. Квартирка в доме пятиэтажном на пятом этаже площадью 70 квадратных метров. Три комнаты по цене 25 тысяч евро. За услуги риэлтора оформление нужно будет заплатить еще 5 тысяч евро. И таким образом 30 тысяч полная цена. Содержание квартиры обходится в месяц примерно 100 евро. Квартира на юге Италии. Рядом Лазурное море. Шикарные горы. А Скалея я вам расскажу чуть позже подробнее. Друзья, всем привет. Сегодня нам человек расскажет, как в 2017 году, имея ту самую боязнь, что дальше будет только хуже, но при этом имея капитал честно заработанный, захотел приобрести себе квартиру в Италии. Сегодня будет интересная история, потому что человек расскажет, с какими подводными камнями он столкнулся и что из этого получилось на выходе сегодня. Вот этот сюжет для многих из нас просто полезен, потому что 20-30 тысяч евро, как бы кто ни сказал, но сумма еще подъемная. А тем более, как ты понимаешь, что эти деньги ты вложишь в недвижимость за границей, так ее же сдавать можно, денег зарабатывать. Как это происходит на самом деле и что из этого получается, вот в этом видеоролике вы все узнаете из первых уст. Давайте сделаем так. Я вас сейчас познакомлю со спонсором выпуска, а после чего мы перемещаемся в Московскую область, на территорию ее дома. Дом старенький, остался от мамы, и где она нам в уютной атмосфере все расскажет по полочкам. А сейчас у меня есть отличные новости для тех, кто хочет попробовать себя в инвестициях и прокачать себя в мире финансов. Недавно я открыл для себя и открываю его для вас YouTube-канал «Главный инвестор», ведущим которого является старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. Сам канал сделан в любимом для многих формате интервью. Андрей приглашает к себе различных топ-менеджеров и выводит их на простые и откровенные разговоры о происходящем на финансовом рынке. И здесь можно узнать не только новости и актуальные тренды, но и послушать истории из личного опыта инвестирования, а также получить полезные советы начинающим и опытным инвесторам. Один из гостей выпуска был Юрий Денисов. Это председатель правления ПАО «Московская биржа». Как-то строил карьеру, с чего начиналось временно еще в молодые годы. Моим первым местом работы я был курьером Внештарбанка СССР. Он рассказал, какое место в финансовом мире занимает биржа, что такое риск профилирования и как меняются тренды в инвестировании. Канал «Главный инвестор» действительно вдохновляет и несет полезную информацию. Если вы хотите попробовать свои силы в инвестировании, ну как минимум вы просто обязаны на него подписаться. Именно поэтому ссылочку на него я оставляю в описании. «Главный инвестор» смотрите и получайте полезную информацию. Знакомьтесь, друзья, прекрасная девушка Александра. Александра, очень приятно, что вы пригласили в гости. И на самом деле, когда я прочитал вашу историю, вы мне кратенькую описали, я подумал, блин, ну вот это вот актуальная информация, о которой в основном в интернете мало обратной связи. Люди вроде бы покупают, многих, как вы, считают успешными, а зажиточные вы, москвичи, купили себе квартирку на юге Италии и еще жалуетесь. Но при этом забывают о том, что есть такой большой подвох, с которым вы, в частности, столкнулись. Поэтому, ребята, прежде чем мы начнем, и Саша нам все расскажет, у меня одна к вам просьба. Человек в открытую с нами делится своей проблемой. Писать о том, что она не подумала, сделала неправильно, но она уже сама это прекрасно понимает. Вы намотаете себе на ус, ей огромное спасибо, что она вообще согласилась на гамеру это рассказать. Но мы начнем с вами от обратного. До того, как вы решили приобрести себе квартиру в Италии, расскажите, чем вы занимались, где вы работали, путешествовали, не путешествовали? Да, я работала в крупной иностранной компании, затем я завершила карьеру, чтобы уже прям насладиться вот этой мечтой, попутешествовать, заниматься уже любимым делом. То есть я работала в финансовой области, перешла, получила третье образование, стала психологом, училась, консультировала, делала свои тоже проекты, курсы. И, да, путешествовала в основном. Попутешествовали по каким в основном странам? Куда любили ездить? Там Европа, Турция? Я ездила в Азию много, в Индию, Таиланд, я ездила в Болгарию, в Италию. И в какой-то момент вы решили поехать в очередной раз в Индию? Да. Где, собственно, произошло роковое знакомство. Вот давайте отсюда и начнем. Роковое, типичное. Я сейчас смотрю очень много историй, все как у других, вообще никаких разниц. Да, я познакомилась с человеком, который рассказал, что Индия – это так себе место, и ты тратишь очень много денег на эту аренду тут жилья. А вот если бы у тебя был свой домик на море, то ты бы жила в своей квартирке, и это много лучше, чем где-то там снимать это все. И там же в Италии, ну, речь шла про этот юг Италии, город Скалея. Давайте я вам немножко расскажу, что вообще представляет из себя это Скалея. Это небольшой городочек на юге Италии, до столицы, до Рима, примерно 450 километров. А до ближайшего аэропорта – 120 километров. Но, к сожалению, прямых перелетов из России в этот ближайший аэропорт нету. Соответственно, вам придется делать несколько пересадок. В этом городе проживает сегодня порядка 12 тысяч человек. И знаете что? Его называют «русским городочком», в кавычках, так как здесь порядка 30-35% – это русскоговорящее население. Окружает городочек Лазурное море, которое многие называют действительно очень красивым и чистым. Многие итальянцы местные приезжают сюда проводить свои отпуска, например, в августе. Ну и также есть шикарные виды на город. Сам по себе городок исторический, есть свои достопримечательности. Туризм здесь на стадии развития. Чего-то прямо такого градообразующего здесь нету, поэтому приехать туда с целью жить там на постоянке и работать – это будет действительно сложно. Но приехать туда и работать там удаленно, отдыхать, периодически сдавать недвижимость – вот этим стараются подкупать туристов с точки зрения инвестиций. Мол, вкидываете деньги и будете сюда приезжать получать удовольствие. И звучит на самом деле очень даже неплохо. Старенький, уютный городочек со своей душой, куда можно приехать, пройтись. Но, как отмечают люди, которые здесь проживают, что все это, естественно, быстро надоедает. Ну, поймите, друзья, все-таки недвижимость за границей – это больше как вот такая отдушина, что у тебя вроде где-то там что-то есть, то, что ты это можешь сдавать, захотел, прилетел. Картину вы поняли. Небольшой городочек – 12 тысяч человек. Там прекрасные закаты, прекрасные рассветы, совершенно чудесное море, фрукты, погода. И жилье там очень-очень дешевое. И, в общем, это идеальная ситуация. А если тебе не хватит денег на коммунальные платежи, то ты будешь сдавать и отбивать коммуналку. В общем, вообще ни на что тратиться не надо, никаких проблем, никаких забот. И действительно, свой домик на море – это мечта, наверное, любой девушки. Квартирка. Квартирка, да, в моем случае это квартира. У вас тоже в голове уже сидела мысль о том, что нужно бы иметь запасной вариант, мало ли что, в России отсюда уехать. Знакома вот эта, друзья, история, когда ты думаешь, блин, а тем более сейчас, когда-то эти пандемии, еще что-то, куда-то хочется за границу улететь, потому что там-то, по идее, да, кажется, поспокойнее. Там-то лучше вас ждут. Когда вы просматривали, насколько я помню, жилье там стоило примерно, вот в вашем комплексе, 30 тысяч евро. Да. Расскажите. В моем комплексе это не первая линия, это немножко подальше, не на самой, не на самом море. С видом на море, это, конечно, другие цены за 100. Ну, чуть-чуть вдалеке, на каких-то соседних улиц, у меня две улицы, это как третья улица, все равно до моря 10 минут. И квартиры в моем, моя квартира за 36 тысяч евро я заплатила в итоге. Мне показывали квартиры с очень хорошим ремонтом, которые якобы стоили 50 тысяч евро в моем же доме, этажом выше. Вот такая была история. То есть говорили, что ты всего лишь сделаешь ремонт, и будет все замечательно. И 36 тысяч евро, это уже полная сумма, с учетом оплаты налога, риелтора, нотариуса. В общем, все то, что нужно. Изначально как бы эта квартира стоит 30 тысяч евро. Звучит так, что 30-35 тысяч евро квартира в Италии, так еще у вас получается две спальни, плюс кухня, совмещенная с залом. То есть по-нашему это трешка. Но площадь небольшая, 46 квадратных метров. Ну, Италия. Италия, да. Зато это Италия. И когда ты говоришь, что у тебя квартира в Италии, все думают, как это здорово, круто у всех, такие, о, ну, там, потрясающе. А сейчас, если бы мне сказал кто-то, что у него квартира в Италии, Черногории, где-то еще, я бы, ну, посочувствовала этому человеку. Тем не менее, он вам разрисовал эту картину, вас познакомил со своим риэлтором. Со своим риэлтором. Ну, как это произошло? Да. По рекомендации, что вот иди к этому риэлтору, все купили, у всех, ну, все нормально. Это, говоря, с Леной, в агентстве она работает. Она вот покажет самые лучшие варианты, все сделает, документы будут в порядке. Да, документы действительно были в порядке, но единственное, что оказалось, что сама Лена имеет какую-то уголовную там судимость, вот, которая идет. Показывают, обычно берут человека, когда приезжаешь, показывают вообще убитые какие-то квартиры, старые, разбитые, и вот вводят тебя от такого неликвида к тому варианту, который хочется продать. А хочется продать свою квартиру каждому риэлтору. У них там, у многих, кто в агентстве, кто давно там работает, есть какие-то еще свои квартиры, которые они как-то купили на деньги, как, оказывается, других квартир, счастливых квартир собственников там, да? Про это мы расскажем, о чем она имеет речь, чуть позже расскажем. Вот, и стараются, конечно, пропихнуть какой-то один такой или два варианта, с которыми они максимальную комиссию имеют. И, ну, моя бы ситуация была лучше, если бы я там однушку, например, купила, одну спальню. Такой вариант был, он стоил 25 тысяч евро вместе вот со всеми услугами. То есть сама квартира стоит... Ну, понятно, площадь меньше. Да, площадь меньше. Ну, я купила две спальни, хотя у меня нету детей, семьи. Мне она, по сути, не нужна. Саша, ну, давай, чтобы не запутать людей. Получается, ты, находясь в Индии, знакомишься с человеком, приятной наружности, который... Абсолютно на доверие вообще. Все на доверие. Произвел впечатление. Да. Он тебе дает этот контакт. Ты с этой дамой списываешься. Выясняется то, что она славянка. Ну, если в частности, откуда-то вроде с Украины. С Украины, да. Ну, проживает в Италии, занимается там бизнесом. Она тебе по телефону расписывается о том, что все круто, я специалист, приезжай, мы тебе сейчас все сделаем. Вы покупаете билет в Италию, прилетаете туда, там вас встречают. Когда они вас встретили, был какой-то сервис, что вам улыбаются, о, блин, сейчас все в лучшем виде будет. Или это как было? Ну, я приехала к тому же человеку, с кем познакомилась, кто мне про это рассказал. А он в Италии сам тоже живет. Да, тоже такая же ситуация, там же квартира. И я там даже бесплатно остановилась. И все бесплатно обещали сделать. И если я куплю там квартиру, и бесплатно будут оплачивать коммунальные платежи. И бесплатно сделают то, и это. А в итоге все в скрытых платежах оказалось. А вот здесь сразу всплывают первые тонкости и игра слов. Для нас может показаться, как это бесплатно будем за вас платить коммунальные услуги. А в Италии есть такая услуга у местных жителей. Они берут с русских по 120 евро, для того, чтобы за них один или два раза в год ходить оплачивать налог на квартиру. И, в общем, все, что с этим связано. Потому что у них система построена так, что вот, например, Александра из России может оплачивать дистанционно только электричество. А этот самый налог нужно вот топать ножками на почту. По крайней мере, так она рассказала. Я там кое-что нарыл в интернете. Сам факт того, что ей говорят, для вас все будет бесплатно. Имеется в виду, что раз в год с вас 120 евро эти не возьмут. Но за все коммунальные платежи, само собой, вы платить обязаны. И будете это делать из своего кармана. Мною руководствовал очень сильный страх, что действительно Россия там может закроется, и проблемы будут с банками, доллары перестанут выдавать. Откуда такое было? Это был 2017 год. Тогда про вирус еще... Это информационный... Про вирус не было. Но я очень боялась, что вот что-то случится с банками, там, доллары отменят, что страна закроется. Было очень такое нервное состояние. Многие знакомые уехали. Я находилась постоянно в этой каше, что надо срочно уезжать, срочно стресс. Я привезла туда с собой подругу. Я когда рассказала одной своей подруге, что вот я собираюсь купить квартиру. То есть я ехала, я уже знала, что я в любом случае куплю квартиру там. Ну вот это помешательство, какая-то стрессовая ситуация. Ну, так и есть уже все, надо признать. Я взяла подругу, она тоже со мной приехала и тоже там купила квартиру. То есть я привела этому риэлтору, который нажился на мне. Я привела еще ему одного клиента. И в результате я еще сейчас получила, она меня заблокировала, она мне хамила всю дорогу. То есть она обращалась со мной, как я не знаю с кем по-хамски все время. Но это то, что у меня больше всего... То есть с самого начала, даже когда вы еще не купили квартиру, то есть до того, как вы передали деньги, уже было хамство? Уже было хамство. То есть она считает себя состоятельной женщиной, такой очень крутой. Хочешь покупай, хочешь не покупай, вообще иди отсюда. Вот такого уровня разговор. Хабалка. То есть можно приехать, заработать очень много денег, но вот эта деревня, вот это отсутствие воспитания, ну, если над этим не работать, то оно никогда, само собой, не появится от большого количества денег. И потом, это Лена, она мне рассказывала, что меня никто не уважает. Почему? Меня никто не уважает, ко мне все относятся неуважительно. Люди злые, она говорила, дураки злые. То есть и в моем присутствии постоянно оскорблялись люди, которые у нее квартиру купили. Как выяснилось в дальнейшем, у этой Елены огромное количество клиентов, потому что деятельность в Айона ведет так, что каким-то образом замотивирует тех, кто уже купил квартиру, они приводят новых людей. Как показывают практику, это хорошо получается. Сарафанное радио, то есть платится какой-то процент. Она потом к моей подруге подходит и говорит, я тебе заплачу, по-моему, она назвала 2000 евро, комиссии, если ты приведешь клиентов дорогих на дорогие квартиры. Ну, если это не дорогие квартиры, я думаю, что комиссия меньше, то что вот сейчас, я знаю, по 400, по 500 евро платит комиссия вот за такой вот, неликвид. Ну, давайте чуть-чуть о хорошем. Получается, вы приехали, вас поводили по убитым объектам, показали вам потенциально вашу квартиру, которая на сегодняшний день ваша. В которой был сделан небольшой косметический ремонтик, побеленные стены, ужасном состоянии окна, с которых дуло, потому что это все фонд 80-х годов. В 80-м году построили весь город Скалеево, построили очень много плохо сделанной недвижки, которую сейчас все до сих пор продают, сдают, потому что там нет никакой работы, там нет производства. То есть Италия, которая на севере, в Милане, во Флоренции. Вот Рим – это граница, все, что ниже, а уж тем более то, что ниже Неаполя, сами итальянцы, они морщатся, когда я говорю, что я живу в Скале, они говорят, где? Да там же, там мафия, кстати, находится. Сравнить с Россией, это какая-то глубинка, что-то типа большой деревушки, где также нету никакой работы, правильно? Но при этом красивое море, чистое, и красивые горы. Воздух свежий. Природа очень классная, море чистейшее, самое красивейшее, которое я видела, закаты, рядом лес, парк Полина, ну тоже там 15 минут на машине съездить. Кухня, продукты. Кухня, ну, велисимо, дольче видно. Ресторанчики есть же, правильно? Конечно, ресторанчики, очень хорошие ресторанчики, домашняя еда, и действительно, это все вкусно. Можно путешествовать по соседним городам, то есть очень много вот таких локаций, как Скалея, все, бесконечно развлечения. Саш, расскажи, ты планировала там пожить? Или что ты планировал? Ты покупала эту недвижимость. Если бы ты, например, уехала бы туда, но нужны деньги, соответственно, у тебя есть доход, есть ученики с кем-то. Друзья, ни в коем случае не какая-то там скрытая реклама, мы рассказываем просто, чем человек параллельно сегодня зарабатывает денег. Образование, дистанционка для многих из вас, это кусок хлеба, точно такой же. Вы могли бы там работать, и при этом у вас еще есть квартира, которую вы по ДКП сдавали в аренду, верно? Да, до пандемии сдавала здесь в аренду, квартиру. С двух доходов, соответственно, вот денежка на проживание там. Можно было бы там жить. Хорошо. Получается, следующая картина. Вы ее купили, вы ее оформили, ну и давайте теперь самое интересное, что происходило дальше? Купила, оформила, уже во время оформления, если просто забыть, что было до этого, ты говоришь, у тебя был какой-то план, я хотела что-то сделать, у меня плана никакого не было, это самая большая частотная ошибка. Кажется, что там можно все, и переехать туда, и действительно удаленно работать, и потом по факту оказывается, что, ну, или сдавать эту квартиру, получать какой-то доход, все думают, что у тебя это получится, а на самом деле, ничего не выяснено было, я попала в то, что уже квартиру мне по договору продали с уменьшенной стоимостью. Сколько? В договоре, значит, написано 15 с чем-то, 16 тысяч евро. То есть, при продаже, я сейчас вот это узнала, что я столкнусь с повышенным налогом, поскольку я не резидент Италии, у меня нет ВНЖ, то я должна буду заплатить от 20 до 40 процентов налога. У меня это считается вторая недвижимость, для всех иностранцев это вторая недвижимость, я плачу все налоги по максимальной ставке, у них есть коэффициенты, и вот я по максимальному коэффициенту плачу все налоги. Вот, это сразу по договору. Когда я приехала туда, уже начала жить и пользоваться всем, я в какой-то момент получила штраф. У вас уже 25 евро штраф. За что? За там мусор какой-то или еще за что-то. При продаже риэлтор это говорит, я буду оплачивать твои коммунальные платежи все. Я думаю, ну это классно, то есть она сдает квартиру в аренду мою, она не отдает мне деньги, я их не вижу фактически, и она платит коммунальные платежи, это очень удобно. И как рассказывает Александра, таких как она, очень много, кто купил квартиру, не вникая, и далее они даже не знают, какой идет контроль за квартирой, сколько ее в реале сдают. Например, самый популярный месяц по доходу это август, потому что все едут отдыхать, тысячу евро заработали, но эту тысячу евро тебе не дают, так как удерживают для того, чтобы в дальнейшем выплачивать коммунальные платежи. С одной стороны, правильно, но ведь есть еще 11 месяцов, но неужели в течение этих месяцов никто не будет снимать квартиру там посуточно, на более длительный срок? Об этом ей, по крайней мере, ничего не говорили. Так, вилами по воде что-то сдали, что-то не сдали, какой-то четкой информации она не имела. Сама же, она туда приезжала несколько раз за год, там, по осени отдыхать. Ты жила в этой квартире? Да, я, конечно, я там жила, также пользовалась всем, то есть мне было нормально, и я жила там где-то конец апреля, май, июль. Было все замечательно, плюс, конечно, мне удалось использовать как квартиру, там, один раз я провела и организовала там пленэр, организовала мне знакомые художники, я увлекаюсь живописью, и я просто кинула клич среди знакомых, давайте в Италию порисуем там. Ну, вот один раз, и удалось... Короче, покайфовать все-таки удавалось. Покайфовать, получить доход. Вообще претензий нет, конечно, в этом плане с точки зрения кайфа и то, как там красиво и можно было в районе поездить. Так, чтобы путешествовать по всей Италии, такого у меня вот, ну, не было. Довольно-таки дорого перемещаться на поездах, на своих там, отелей в более цивильных местах, конечно, подороже. Хорошо, дальше происходит следующая история, что начинается пандемия, всех закрывают и тут у вас разногласия с твоим вот этим риэлтором начинают достигать какого-то пика. Она не платит налоги, да, по сути, скрывает все доходы. И я понимаю, что я не смогу приехать. В это время, плюс, у меня случается и кризис, я закрываю свой здесь проект рабочий, у меня начинает болеть серьезно очень мама, у меня пожилая женщина, и я переключаюсь на уход за ней, я понимаю, что у меня сокращается доход здесь в России катастрофический для меня, и она не будет мне переводить. То есть она говорит, все, я ничего не буду переводить, мне не нужны вот ваши деньги, ищи другого человека, кто будет приходить сюда ко мне, брать деньги и переводить тебе на карту. и все это вот в такой же хамской форме. Короче, мутная история. Мутная, непонятная история, она вот со мной предпочла не связываться в наличке, что-то мне переводить, как-то оформлять. А я думаю, что это там никак не было оформлено. То есть все вот эти дела, которые ведутся, они ведутся в частном совершенном образом, в частном порядке, никакой защиты ни у кого нет. И когда я начала писать про эту историю в общий чат, тут меня так возмутило, что все скрывается, все делается в серую. на мне заработали там уже кучу денег, я и клиента привела. И столько времени она просто пользовалась моей квартирой. И тут она отказывает. У меня такое возмущение было. Я начала писать в чат, и люди, многие ее поддержали, потому что мы все находимся в одной лодке. У всех такие же проблемы, мы все от нее просто зависимы на уровне покупки, продажи, аренды. И вариантов нет. Почему она себя ведет с таким гонором? Потому что ты один, находясь здесь в России, не переехав туда, никак не можешь управлять своей недвижимостью. Вот, и все, не можешь. А расскажи подробнее, потому что покупая недвижимость за границей, это не дает тебе абсолютно никаких привилегий. Визу ты последний раз получал, тебе дали на месяц. Да. Никак это... Ну, да, два года мне давали визу на год, а перед пандемией, вот еще до объявления, дали на месяц визу. Я не могу получить ВНЖ, вообще ничего, купить там машину я не могу, я получаю только налоговый номер и плачу туда двойные налоги. Вот это ты можешь. Вот это я могу. А чтобы получить вид на жительство, ты должна либо войти в брак с каким-то итальянцем, родить ребенка от итальянца, который признает, что это ребенок, либо вложиться в финансовые серии, открыть свой бизнес, в общем, какие-то рабочие места, есть определенные. по учебе еще можно, если я поступаю туда, учиться, тоже ты платишь деньги за обучение, учишься, ходишь, у тебя учебная виза. На перспективу все, как бы потом ты можешь получить. Получив вид на жительство, только тогда ты можешь открыть расчетный счет в банке. Есть негласное правило, что если у вас нет ВНЖ и вы из Восточной Европы, то банки вам отказывают в открытии счета. Счет очень нужен для продажи квартиры, для покупки, ну и, соответственно, для оплаты всех коммунальных платежей. Если бы у меня был счет, я бы смогла дистанционно вот сейчас оплачивать коммуналку. А так я не могу это оплатить, ничего кроме электричества. То есть вот электрическая компания в Италии принимает платежи через Paypal, например, из российских карт, налог государственный, ты не можешь так оплатить. И как ты это плачешь? То есть ты кого-то там просишь? Да, ты просишь там, ты можешь оплатить там 120 евро, такая ставка, очень много людей оказывает сервис. То есть все люди, которым удалось выйти замуж или родить детей, или кто туда приехал на заработки, вот они все предлагают эту услугу. Самая хорошая профессия. И сколько она стоит? 120 евро? 120 евро. И что он за эти деньги делает? Два раза в год или один раз в год платит за тебя налог. Просто на сегодняшний день информации с одной стороны в огромном количестве, а с другой стороны начинаешь залазить в интернет, читаешь, и как правило все шикарно. Да, вы все можете купить, пожалуйста, приезжайте, хороший климат, надежная инвестиция. Это же Европа, а в дальнейшем вы можете получить вид на жительство. Ухо видишь? Вот это, просто покажи поближе. Вот это вот. Все будет замечательно, все будет здорово. И человек сидит, смотрит на все это и думает, блин, а ведь правда, почему бы и нет? Короче, благополучно Александра с первым риэлтором разосралась и запретила ей заниматься сдачей ее квартиры. Опять же, что значит запретила? Вот все в переписках там по WhatsApp. У нее физической возможности сейчас, например, приехать в Италию нету. Визы нету. Италия, например, там закрыта. Чтобы туда попасть, это нужно приехать в какой-то другой европейский городок, потом заезжать на автобусе. Это я вам рассказываю все с ее слов. Факт в том, что последний раз она там была пару лет назад. Вы вдумайтесь, квартира есть, а была там последний раз пару лет назад. Кинула клич в местный чат, и говорит, мол, такая-то проблема. Естественно, говорит, тут же накидывается огромное количество риэлторов, так как все пытаются на этом заработать. И одна из них была более убедительна, рассказала, что все сейчас сделаем в лучшем виде. В общем, опять произвела на нее впечатление. И таким образом она сменила себе риэлтора, передала там через кого-то местных ей ключи, мол, занимайся, сдавай ты квартиру с надеждой на то, что теперь дела пойдут лучше. Данный видеоролик я записывал со своим другом и есть подозрение, что один микрофон по звуку мы потеряли. Дительница из Приморского края Ирина Штейман, она проживала в Петербурге, бежала из России, у нее какой-то кредит огромный, до сих пор не выплаченный, на сайте можно проверить ФСН, попросила политическое там убежище, вот еще один способ как переехать, она попросила там политическое убежище и ей дали. Вот, и она там оказалась вот в этой плачевной ситуации, то, что, да, денег хватило вывезенных отсюда сворованных, а не выплаченных с кредитом, купить себе квартирку и искать, ну вот, лохов, я не знаю, как дурачков, которые доверятся и будут работать с ней. На нее еще больше жалоб, очень много, клиентов от нее отвалилось, перестали с ней работать, когда я уже передала ей ключи. начались проблемы, какого плана? Она стала покупать очень много несогласованных со мной вещей в мою квартиру, делать сам ремонт. Говорил, что это все бесплатно, что она ремонт бесплатно делает. Я говорю, Ирни, делай, пожалуйста. Я уже не верила в бесплатность, но остановить было невозможно. У человека, ну, как мне сейчас кажется, шизофрения, и мне писали люди, которых она обманула, то есть она сдает квартиру, может взять предоплату и вас туда не заселить, да, через вот сайт, пожалуйста, это можно сделать. Слушай, а вот управа-то на этих риэлторов какая-то есть, послушав тебя, я понимаю одно, что их там полно таких вот именно риэлторов-мошенников. Я обратилась к адвокату, я обратилась к адвокату, у меня там действительно есть друзья, которые живут, и у них есть свой семейный адвокат, и они устроили мне консультацию первичную, чтобы понять, значит, с риэлтором, с которым, которому я сама ключи отдала, он мне сказал, то есть там Римск, это правда не такое простое, как кажется. Если ты сама отдала ему ключи, у тебя не было договора никакого, все это по WhatsApp, или вообще никакого договора нет, то, ну, это в суд только идти. Суд это тысячи-тысячи евро. Короче, какой из этого всего смысл? Вот перед вами сидит живой человек, живой пример, который повелся на всю эту шикарную картинку. Когда ты приезжаешь, лазурный берег, горы, идеальная кухня, все здорово, можно сюда приезжать, так еще и при этом ключевое, сдавать квартирку. Но при этом, уезжая домой, получается следующая ситуация, что все риэлторы что-то крутят, мутят, и ты никакого контроля над квартирой, по большому счету, не имеешь. Захотел ты туда приехать, у тебя вида на жительство нету, визу тебе то дают на год, то дают на месяц, а то и вовсе могут не дать. Так при этом, Италия, например, закрыта, нужно искать какие-то пути для того, чтобы пробраться в свою квартиру. Захотел квартиру продать, избавиться от нее, а так нельзя, сперва нужно открыть счет в банке. В счет в банке ты открыть не можешь, потому что ты не являешься гражданином страны, вид на жительство не имеешь, короче, дополнительный геморрой. А все это решать дистанционно невозможно. Ходит по Москве, спрашивает, найти какого-то толкового человека, ну, пока что ей не удается, чтобы ей помогли в этой ситуации разрешить. К чему я все это веду? Друзья, вот эти шикарные цены, низкие, многие попадаются в это. Вот она сама рассказывает, общается с людьми, общается в чате. Многие плачут, купили и не знают, что делать, постоянно какие-то проблемы. Начинаются вечно вот эти споры с риэлторами за 50 евро, другая что-то пытается обставлять вашу квартиру без вашего согласия. Ты не можешь прийти, закрыть дверь и сказать, ну-ка, пошли все отсюда вон, потому что находишься в Москве, а квартира от тебя за 3-9 земель. Саша, ну а на сегодняшний день, вот если ты заходишь, полететь, ты же что не слетаешь там, не нарулишь? Что к чему? Ну, это невыгодно сейчас. Почему? Ну, потому что у меня это изо всех моих инвестиций, из того, с чего я живу, это самый, ну, такой дешевый вопрос и самый недоходный вопрос. И мне, чтобы туда поехать, надо получить каким-то образом уже не итальянскую визу, а там или греческую, или венгерскую. А что, тебе Италия не даешь свою визу? Сейчас Италия вообще туристических визов не дает. А, вот почему. Туристических визов сейчас не дают. И ехать тоже мне надо будет сначала в Грецию, потом лететь в Италию, либо в Хорватию, там на машинах, как-то на автобусах. Да. Но пандемия же, грин пасс везде нужен. То есть там Италия самая строгая страна по ковидным ограничениям, по мерам. То есть вы не можете купить билет на поезд, если у вас нет грин пасса. Чтобы получить грин пасс, вы либо тесты сдаете, либо вакцинируетесь. Их не одобрены вакцины, у нас же еще борьба этих вакцин идет. То есть то, что я вот вакцинирован, например, ну нашим это не канает. Вообще, вот, то есть вам нужно будет два раза вакцинироваться, либо постоянно сдавать тесты, но там они вроде недорогие, говорят 20-25 евро тест стоит. Тогда ты можешь получить грин пасс на 72 часа. И 72 часа ездить где-то там на поезде. И, короче, таким образом получается, ты квартирку свою продать не можешь при всем своем желании. Да. Это первый момент. Приехать туда на сегодняшний день тебе просто уже становится экономически невыгодно, потому что, ну что ты толку туда приехала смотреть на все это дело? Жить там тоже уже, как бы, желания так подозреваю особого нету? Да, жить там совершенно смысла нет. Город маленький, никакого... Ну, после Москвы вообще это очень сложно. Ну, а как вот? Море красивое. Да, только море, только соседние города, в которых я уже была по два-три раза. То есть все это уже быстренько надоело? Никаких ни концертов, ни выставок, перспективы тоже особо никакой нет. Я знаю, что многие, кто туда приезжает, как-то, даже не покупая квартиры, сначала в Скалею, например, потом уже приезжают в Ниаполе, Рим, ну, то есть куда-то начинают перемещаться крупные, конечно, города, где есть работа. Плюс надо еще учить язык. Если вы, вот, не знаете итальянского, а я знаю несколько языков, итальянский не входит, английский у меня свободный, там никто не будет говорить с вами на английском языке, особенно если вы приходите платить коммунальные платежи, и вот с этими людьми, которые там на кассе сидят, дедушки, бабушки, они говорят только на итальянском, и все. А с риэлтором последним, у тебя какая-то связь сейчас вообще есть, или вы тоже с ними не разговариваете? Нет, слава богу, мы заблокировались, потому что она уже, я говорю, начала писать мне сообщения, оскорблять меня по-всякому, удалять потом их, чтобы я их не сохранила. И сегодня твою квартиру никто не сдает? Ну, по крайней мере, ты так думаешь? То есть, возможно? А есть какие-то русские, кому-то там может написать, ребят, сходите посмотреть и проверить, как они вообще реагируют на такие просьбы? Ты знаешь, как в мою квартиру уже никто не может войти, потому что у меня до этого включение было, она же сменила ключ. Я выслала по почте действительно ключ вот человеку от своей квартиры, но уже было поздно, она сменила замок. Эта женщина только снаружи видит, что там на балконе висит белье или нет. Тетя дам фотографию, то есть, есть фотография моего балкона, вот она этого года, там висит белье, понятно, что там кто-то живет. Как вам такой прикол? Вот он, второй этаж, получается, она находится в Москве, кто-то проживает в ее квартире, удается оплачивать лишь бы электричество, так как тогда они отключат его, и это для них самое важное. Соответственно, никаких доходов от аренды нету, какая-то тетя поменяла замок в квартире вашей двери и спокойно имеет туда доступ, она туда доступ не имеет, пожаловаться на кого-то в полицию, это нужно делать по факту, это нужно приехать и составить официальное обращение, а не издалека, вот из Москвы, звонит, говорит, приедете, разберитесь, никто этого делать не будет. Вот так вот люди оказываются в заложниках, купив недвижимость в Европе по привлекательной цене. Безусловно, многие из вас напишут, Саша, дура, надо было все это изначально изучать. Я решил запрыгнуть в интернет и просто написать недвижимость, в скале и отзывы. Открываются статьи вот подобного характера, развернутая, с фотографиями, личный опыт, я купила трешку в Италии дешевле 40 тысяч евро. И здесь человек рассказывает, как все здорово, что он к этому вопросу подошел, взвешенно посмотрел Испанию, отказался, ведь Италия чтит букву закона и люди здесь хорошие. Вывод этой статьи заключается в следующем. Отметили значимый минус. Так, например, если в квартире будет делаться ремонт и нужно будет менять трубы, они здесь все идут по полу, то ремонт такой займет 10-12 тысяч евро. Это, можно сказать, 30-40% от цены вашей квартиры. Это раз. Ну и в конце задаются таким вопросом риторическим. Стоит ли покупать или нет? Я считаю, что стоит. Если у вас есть квартира в Москве, продайте ее. В пересчет. Статья написана там в 18-19 году. Можно продать квартиру и вот в Скале, например, или подобных городочках купить аж 3-4 квартиры себе и сдавать их. Тем самым получать доход 30-40 тысяч евро. А потом можно туда переехать, постоянно там жить, получить вид на жизнь. Короче, смысл сводится к тому, что все можно, все здорово. Начинаем читать отзывы. И здесь, естественно, все пишут. Это реклама. У меня есть квартира, ничего реального с доходами нет. Минусов гораздо больше, чем плюсов. Заходим на различные форумы. Та же самая история, что жопа это полная, по-другому и не скажешь. Вот вам, пожалуйста, реальность. Вот такая вот жизненная вам история, когда изначально все начинается красиво, ты приезжаешь, прекрасные закаты, горы, море. Европа. Никто тебе не говорит об этих сложностях, минусах, ты на эмоциях из серии. Вот так звучит, да, тоже неплохо. 36 тысяч евро ты отдаешь и получаешь себе квартиру, две спальни, можно с друзьями приехать. Живи, наслаждайся, если что, можно сдавать, все это будет покровенно. Не, ну звучит реально круто. И на самом деле, я думаю, у многих из вас какие-то мысли подобные закрадывались там, может в Испании, потому что посмотришь, у некоторых там 25 тысяч евро, начинаешь читать отзывы, оказывается, это цыганский район, срут, я уж извиняюсь за выражение, прямо на улице, в прямом смысле слова. Мусор, грязь, антисанитарий, ты уезжаешь домой, они ломаются к тебе в квартиру всей шоблой. А сквоттерах, он действует во всей Европе. Звучит он как, если вы не живете в своей квартире один год, то туда может заселиться любой безработный гражданин, ну или иммигрант, и проживать в вашей квартире. Это в меньшей мере вот в Италии распространено, но тем не менее куча иммигрантов, которые приплыли там на лодках, какими-то любыми нелегальными путями приехали. Когда я в Неаполе выхожу с автобуса, иду на поезд, я прохожу сквозь туннель из вот афроамериканцев, сирийцев, там я не знаю, кто вообще все эти люди, индусы, которые, ну, сидят прямо на улице, и вот вы через них идете. В наш регион они не едут, потому что им там не платят просто дотацию, их там гораздо меньше, но тоже встречаются. Поэтому, в принципе, во всей Европе очень сложно что-либо рассчитывать на какую-то инвестицию в квартиру с целью сдавать. Это даже, если вы там живете, вы все равно можете столкнуться с, ну, большими и крупными неприятностями. Короче, вот вам, пожалуйста, покупка квартиры в Европе, у моря. Где у тебя квартира? В Италии. Вот так вот, ребята. Тебе огромное спасибо. Я еще раз хочу, ребята, к вам обратиться. Сашу, ну, ни в коем случае не надо оскорблять, друзья. Во-первых, девушку, зачем это нужно? Хамить этот, а, дура, я же вижу ваши комментарии наперед. Человек доверился, человек пришел, взрослые люди, которые говорят, возьмем бабок, но все будет четко, про все минусы значимые, умолчали, а она нам с вами рассказывает. Соответственно, сейчас у многих, кто тоже не хочет читать, изучает, розовые очки могут упасть, и вот эта история, вот в Европе-то жить, там хорошо. Ну, продай свою квартирку, Саша даст тебе контакты, риэлторов, и ты можешь купить все там жилье. Я думала, что со мной вот такого не случится. Как все. Как все. Каждый смотрит и думает, ну, тут понятно, тут какая-то дура сидит, которая там стрессанула, что-то. Я не стрессую, у меня все четко, у меня все продумано. Со мной такого не произойдет. И обязательно нарветесь, может не на это, но на что-то другое. Такая вот жизнь. Ну что, друзья, вот такой у нас получился живой отзыв человека, который имеет квартирку да в Италии. Да вот только доступа к ней нету, продать ее при всем желании сейчас сама не может. У меня к вам огромная просьба. Если кто-то из вас в этом вопросе разбирается и действительно знает, какие действия нужно предпринять для того, чтобы ей помочь, контакты на Александру я оставлю в описании. Сразу хочу предупредить, если кто-то рассматривает какие-то мошеннические схемы, к сожалению, такие люди встречаются, можете даже не писать, потому что мы с ней договорились, что если вдруг кто-то будет, кто действительно будет помогать, мы будем с этим человеком контактировать и все перепроверять. Договор, все как положено. Поэтому, друзья, помогайте друг другу по возможности, подсказывайте, предупреждайте людей, что не так все сладко, как нам могут рассказать. В любую тему всегда нужно погружаться. Я надеюсь, что благодаря этому сюжету у многих из вас появилась полезная информация в голове. Вы будете понимать, что вот эти истории, ой, да там вот, хорошо, хорошо везде, где есть деньги. Вот имея квартиру в Италии, в Испании, во Франции, в Англии, в Нью-Йорке, да где угодно, когда у тебя есть бабки, чтобы там безбедно жить. Вот это, конечно, здорово. Так и при этом, если ты проживаешь, например, у себя в стране, у тебя есть деньги, ты и здесь будешь хорошо жить. Вы вдумайтесь, каково это оказаться в другой стране и начать все с ноля, когда ты не знаешь языка. Это отдельная история для разговора. Поэтому все те, кто проживал за границей и готовы рассказать не год-два, а лет десять, пишите. Буду рад с вами встретиться, записать подобный сюжет, если вам действительно есть что рассказать объективно, с плюсами, с минусами. Подписывайтесь на канал, потому что дальше будет много полезных и интересных роликов. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч всем. Пока-пока.